Имя Антона Рубинштейна в Выхватинцах носит общеобразовательная, школа искусств и музей. Всемирно известный композитор не только прославил село, но и на свои средства построил здесь народное училище. Позже в этом здании создали музей. Он в последние годы жизни дал семь исторических концертов, деньги которые были перечислены на счет в нашем селе. И уже после его смерти, его соратники, преподаватели, ученики, чтобы увековечить память и исполнить его желания, они построили и официальное открытие данного учреждения, здания, было открыто 14 сентября 1901 года. 28 ноября исполняется 185 лет со дня рождения композитора и 20 лет музею имени Антона Рубинштейна. Здесь хранятся уникальные экспонаты, нотная тетрадь, чернельница, портмоне и предсмертная маска великого музыканта. Также за четыре года до его смерти был сделан слепок правой руки. Слепок правой руки был снят за четыре года до смерти Антона Григорьевича Рубинштейна. Его называли всегда «игру на фортепиане», сравнивали с игрой, как бы проходил лев по клавиатуре. Его соратники всегда называли, что если играл Антон Григорьевич Рубинштейн, он такими львинными лапами нажимал по клавиатуре. И вот почему и скульптор Чижов и сделал слепок. Историки говорят, что у Рубинштейна было два любимых рояля – белый и черный. Белый находится в музее Петербурга, а черный – в выхватинцах. При этом музейный экспонат не пылится без дела. На нем играют ученики школы искусств. Под детскими пальцами старинный инструмент как будто оживает. Интересно, такие ощущения, как бы, так, когда касаешься клавиш, коснешься одной клавиши, музыка такая будет красивая. Есть желание написать свою музыку, которая будет такой популярной, как Рубинштейна. Именно с этого рояля началась история создания музыкальной школы, которая со временем расширила свой профиль. В 2004 году открылись новые отделения – хореографическое, художественное и театральное. И школа изменила свой статус. Из музыкальной школы стала школа искусств. Сейчас, в данный момент, в школе обучается 230 учащихся. Школа расположена базовая в селе Выхватинце и еще в шести селах района. Несмотря на то, что у Рубинштейна не было детей, преемниками его творчества стали ученики школы искусств. Ирина Гуско, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.